так всем доброго вечера и сегодня у нас будет с вами небольшой семинар посвященный новым возможностям microsoft excel новым возможностям в рамках 2016 версии пока нам сейчас доступна ознакомительная версия но тем не менее не за горами и появится уже более ну как бы полные конечно каждая новая версия программы содержит какие-то новинки и наша задача посмотреть что нового нам с вами придумали на этот раз и так несколько слов что мы с вами увидим кто вещает одна из моих любимых программ в составе microsoft офиса конечно microsoft excel наверное часть это любовь к цифрам что-нибудь проанализировать представить визуализировать и так далее и мы с вами разберем те как раз основные наиболее новые удобные новиночки которые посвящены как визуализации так и обработке наших таблиц меня зовут ольга кулешова я являюсь выпускница мгту имени баумана и уже практически 14 лет работаю в центре компьютерного обучения специалист при мгту имени баумана преподавателям по политическим направлениям то есть веду курсы как по excel так и по другим офисным программам будь то access там word visio powerpoint outlook информацию в целом о всех наших курсах также как и о программах расписание вы всегда можете увидеть на нашем сайте специалист точка ру также какую-то информацию связана именно с программой excel я размещаю на блоге мир excel точка ру там есть информация статейного характера то есть алгоритмы различных действий и также когда записываю различные видеоролики или вот подобные нашему сегодня семинару они выкладываются на официальном канале специалист на youtube и также я дублирую в разделе видео чтобы можно было легко найти ссылочку на ту или иную информацию ну так как я уже далеко не первый год работаю мне это интересно то есть как публикации в журналах связанные на тему excel в массе своей и также в специалисте я являюсь старшим преподавателем по польскому направлению мной были разработаны курсы которые отвечают за бизнес аналитику с использованием powerpilot и powerview и powermap то что годится для 2013 2010 версии ну и конечно также будет прекрасно годится и для 16 с некоторыми еще дополнениями и также являюсь автором всех методических материалов по процессам excel первого второго третьего уровня то есть обычно начало работы с excel расширенными возможностями она есть визуализации и конечно же бизнес аналитики с использованием powerpilot powermap и powerview поэтому если вы обучались у нас специалисте по этим дисциплинам то с методическими материалами и скажем так со мной косвенно вы уже знакомы ну а возможно также вы были знакомы посредством уже каких-то видеороликов или таких же аналогичных семинаров если вы хотите как бы более детально посмотреть что я себе представляю какие-то отзывы и расписание то можно на сайте специалист.ру в разделе преподавательных тренерс через код ков в общем-то выйти или уже через список кульшова ольга владимировна ближайшее время плановых группах у меня будет как анализ и визуализация данных расширенные возможности так и бизнес аналитик ну то есть более подробно такую сетку расписания вы можете встретить как на страничке с моим как бы с моими данными так и в целом в общем расписание там всегда указано кто из преподавателя поэтому приходите ко мне к моим коллегам мы обязательно все в рамках этой программы вам расскажем теперь что нового мы с вами увидим в excel 2016 конечно он является продолжением непосредственно разработок excel 2013 какие-то вещи которые там были в качестве надстраиваемых компонентов стали уже что называется родными самой программой но и основные изменения так если говорить наиболее пласт он в этот раз пришелся на диаграммы небольшие изменения мы увидим сводных табличках но такие приятные добавился новый инструмент прогноз и вот настройка power query ее мы уже встречали в 13 версии в качестве над строек теперь она уже стала на как компонент программы но давайте об этом о всем в процессе значит первое что вначале я хочу это непосредственно сам по себе интерфейс программы он выполнен в стиле 2013 версии и соответственно уже для тех кто работает 13 версия практически знакомы как несложно догадаться теперь десятую версию не 10 13 версия от 16 мы будем как отличать у них в принципе похожий стиль да только в 10 в 13 версии у нас название вкладок обозначаются прописными буквами в этой версии как и в 10 у вас название вкладки идет заглавные буквы а потом идут уже строчные то есть в принципе внешний вид окна нам с вами напоминает действительно как бы в общей степени офис 2013 точки зрения настроек внешнего окна по умолчанию как и 13 офис приходит к нам с вами в белом цвете ну не знаю как вам белый цвет достаточно утомляет глаза особенно если работать перед этим приходится далеко там не 20-30 минут до практически целый день поэтому единственной настройки которые вы можете себе позволить это если вы выполните файл параметры то здесь белое темно-серый ну действительно такой достаточно насыщенный темно-серый смотрите из приятного название вкладки с которой вы работаете на фоне остальных она ну как бы выделено до что было понятно то что прошлых версиях иногда человек немножко терялся на какой конкретно он находится ну и есть еще также вариант называется разные цвета но здесь особых таких настроек вы не увидите читая еще на различных формах закрытых народ тоже не понял что из этого следует то есть как меняется поэтому наверное с точки зрения восприятия темно-серый будет ну как бы более 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 практичный ну а там в процессе уже кому что понравится интерфейс в принципе настраивается аналогичным образом здесь сильных изменений нет но наверное вот как некоторыми всегда нравится изменение типа вот на вкладке главное у нас место кнопочка найти и выделить теперь в виде лупы раньше у нас там был привычный во многих версиях бинокль что поделать что есть то соответственно и будем пожинать так в принципе в матче своей команды располагается аналогично с тем что мы с вами видели в большинстве последних версий то есть будь то 2010 или 2013 ну и плюс где-то содержатся какие-то новиночки сделать конечно же новую версию чтобы она существенно отличалась от того что было в предыдущих это наверное на это рассчитывать не нужно всего лишь улучшение добавления но все основные команды естественно будут на своих местах значит первое что мы с вами посмотрим это например что новенького нам добавили для работы в сводных табличках но я так условно на презентации отобразила первое новшество которого ждали многие люди которые работают с огромными широченными таблицами где много полей это появление поля поиска сейчас мы это в практике тоже я вам покажу второе изменение которое добавилось это то что в срезе который мы можем делать с вами в сводных табличках начиная с 2010 версия немножечко дополнили теперь не будет необходимости при выборе нескольких значений там нажимать клавишу контр ну и также еще один момент его просто немножко тяжеловато показать на слайде я вам сейчас продемонстрирую это все непосредственно в программе excel прекрасная демонстрация мне нравится так вот например у меня есть обычная таблица причем насколько видите это даже не таблица excel хотя и в общем то тоже можно преобразовать здесь точка зрения дизайнов ну практически ничего не изменилось со времен 2013 версии вот например по данной этой таблицы я планирую построить отчет сводной таблицы отчет сводной таблицы диаграммы то есть все как всегда для этого я указываю любую ячейку таблицы и воспользуюсь привычной командой вставка сводная таблица ну в этом случае раз я поставил курсор внутрь какой-то ячейки таблицы то как правило он выделяет сам этот диапазон но если у вас есть какие-то сомнения вы всегда можете это сделать самостоятельно и на вопрос где я хочу поместить отчет сводной таблицы я говорю что хочу на новом листе соответственно окей в общем то дальше если посмотреть привычно при наличии курсора в области как бы сводной таблицы у вас сверху также появляется работа со сводными таблицами ну вот наверное в отличие от 10 13 версии 7 также мы не видим что здесь выделение происходит цветом да вот как обычно там добавил какой-то новый элемент смотришь и там уже сразу видно что для них но тем не менее второй заголовок сверху в строке заголовочка программы и под ним также две вкладки анализ и собственно говоря конструктор но в 2013 версии у нас абсолютно аналогичные команды а в 2010 версии у нас нет только временной шкалы да и вкладочка анализ называется параметры то есть целом мы видим все то же самое наш список полей и вот здесь вы видите я также могу естественно крутить это нам не то ли интересно и у нас появилось поле поиск то здесь вы можете как и в обычном поиске писать критерии ну например я начинаю писать допустим там док и он мне сразу показывает поля в которых встречается док то есть дата подписания договора если я например пишу что у нас там штуках он мне сразу быстро показывает что к штучному товару у меня имеет отношение цена за штуку количество штуках и соответственно брак штука ну то есть кто-то скажет что в принципе несущественные это те обычно у кого количество полей немного а когда их много есть похожее название то в общем то это также сократит нам с вами время ведь когда-то и фильтрах не было от этого поиска там мгновенного и вроде как жили а когда он появился то и без него уже как-то работать не очень интересно поэтому пустячок но в целом приятно ну я сформирую например отчет как мы это делаем обычно ну допустим меня будут интересовать там предположим на производитель наименование да мы поставлю допустим там неважно количество брак там доля брака и так далее то есть все стандартные настроечки которые мы делаем с вами и всегда значит первое поле мы уже увидели с вами добавление поле поиск теперь то введение которое они сделали нам с вами для работы со срезами как и всегда при наличии курсора в любой ячейке отчета сводной таблицы я воспользуюсь команды анализ вставить срез и к примеру как мы знаем можно выбирать любое количество если что-то забыли выбрать то возвращаясь мы всегда можем с вами вернуться к этому обратно я например выберу в сторонам производителя в общем то привычный срез хотя немножко оформление не тоже чуть-чуть изменились вот значочки вокруг области видите такие с курочками то есть как всегда стандартно я выбираю какой-то один элемент и в этом случае в зависимости от того какие в данном случае производители что они производят мой отчет быстренько перестраивается если нам нужно выбрать несколько значений они рядом то я могу просто провести мышью от одной позиции до другой и нам он снова с вами все пересчитает снимая фильтр так же и вот здесь добавилось вверху в название нашего среза новая кнопочка которая так и называется выбор нескольких объектов видите в том числе на нее и комбинацию клавиш тоже сделали это alt s я нажимаю и теперь только будет наоборот те позиции которые я выбираю предположим италия и франция они вы видите выделены белым цветом и он мне тогда сразу показывает варианты применительно к этим двум странам так же снимаю фильтр потом спокойненько выбираю ну отчасти мелочь а приятно не надо уже лишний раз держать клавишу control и можно все делать задействуя одну мышку так и теперь еще один момент когда мы с вами там фильтруем например ставим срезы да то зачастую нас интересуют исходные данные при которых это было получено посчитано и в прошлых сводных таблицах когда мы щелкаем с вами дважды по любой ячейке нам показывают на самом деле исходные значения то здесь теперь когда мы с вами щелкаем дважды например я щелкну по общему итогу то нам на самом деле будут показывать только ну как бы общий итог ну те данные которые были задействованы в этом отчете ну наверное все таки общий итог это не самая интересная позиция но тем не менее как бы варианты уже как бы значительно сокращены где-то это может работать немножко некорректно но сама задумка которую они сделали в общем то она правильная поэтому основное в общем то если сказать применительно к сводным небольшое дополнение это наше появившееся поле поиск да и появившаяся кнопка которая позволяет нам с вами выбирать не задействуя клавиатуру а используя только мышь позволяет выделять несколько позиций то есть нажали и потом спокойненько берем и выбираем нужные позиции так теперь где больше всего изменений мы получили в современной версии это конечно же диаграммы но прежде чем я покажу диаграммы я хочу вам показать еще одно небольшое нововведение которое годится для работы абсолютно с любой тематикой это знаете поможет тем кто все время забывает где находится та или иная команда такой замечательный вопрос вы видите сверху что хотите сделать да то есть это своего рода справка то есть здесь вы например начинаете писать ну допустим там текст по столбцам да и вы видите он начинает вам предлагать какие-то варианты да но здесь конечно же в чем может быть проблема проблема может быть не в точном не в точной формулировке да вот если я например напавлю там разбиение текста да то в этом случае я уже смогу увидеть например другие команды это как и текстовые функции различные да так и соответственно команды если я напишу например какую-нибудь команду типа я ничего не помню меня интересует команда консолидация то в результате мне сразу предложат команду консолидировать данные то есть мне даже не говорят что нужно идти там на вкладку данные в группе работы с данными разыскивать эту команду да то же самое я напишу например хочу сводный да видите он сразу предлагает мне сводную диаграмму сводные таблицы да параметры то есть ну как бы основные компоненты которые имеют отношение к работе с данными инструментами но опять же пустячок а приятно то есть можно быстро не перемещаясь по вкладкам и не запоминая ряд там команд находить он будет давать подсказочку но единственное одно но нужно конечно же правильно формулировать запрос в общем то это правило действует абсолютно при всех поисках в любых системах где бы вы их не осуществляли ну а теперь к красотам к диаграммам что здесь появилось новенького появились новые типы диаграмм и раньше все это подобное некоторые вещи мы вообще не строили нам с вами приходилось строить выполняя кучи там вспомогательных каких-то вычислений расположения данных да то сейчас они строятся достаточно просто это диаграммы водопады или каскады да мосты еще их называют это иерархические диаграммы причем они выполнены как в виде таких солнечных лучей как их обозвали так и так называемые древовидные но вот древовидные подобные вещи часто строились раньше каких-нибудь платных программах но теперь видимо посчитав что теряется некий рынок их наконец-таки внедрили нам в программу excel и у нас нет необходимости искать где подобное можно построить по принципу три раза щелкнул и получил это и диаграмма паретта которые в принципе мы тоже можем с вами конечно же построить но нам в этом случае требуется там посчитать выполнить сортировку и потом уже исходя из этого осуществить построение ну и так же так называемый ящик с усами или по другому как еще называют диаграмма разброса да мы тоже применяем ну в основном конечно при работе со статистическими какими-то оценками то есть я не говорю о том что это прям диаграмма которое вы будете строить постоянно но сам факт того что уже есть такие инструменты которые нам быстренько позволяют все это построить так давайте попробуем посмотреть что же нам нужно и какие действия мы будем совершать чтобы получить тот или иной тип диаграммы ну например диаграмма солнечные лучи чтобы он мог нам с вами отобразить данные по принципу круга то есть в принципе это такой расширенный усовершенствованный вариант круговых диаграмм но только там мы обычно с вами обрабатываем один как бы ряд то здесь вы видите взаимосвязь например если во Франции два производителя он мне четко показывает уже общий сектор который отвечает за Францию и дальше я вижу какой из них сектор идет внутри Франции например там на Маулинексик и Тифальку значит чтобы это построить наша исходная таблица должна сформированно быть соответствующим образом насколько вы видите это опять обычная таблица в первом столбце у меня присутствуют страны во втором производители и в третьем например какой-то показатель допустим стоимость партии которые мы приобрели или наоборот там отправили да смотря в каком контексте мы с вами по эту сторону таблицы значит обратите внимание что под Германию у меня пусто поэтому он легко понимает что в Германии относится и Бошик и Браунлук Голландия одна Италия одна Корея вы видите опять состоит из двух частей Франция из двух Япония например из трех ну как обычно я могу указать одну ячейку или если у вас есть какая-то тень сомнения вы можете выделять непосредственно всю табличку иду на вкладку вставка где располагаются все наши диаграммы и здесь среди списка прочих диаграмм к нам приходят как раз таки новые кнопки в том числе вы видите это вот кнопочка отвечающая за каскадную или биржевую кнопочка отвечающая за комбинированные они в принципе раньше кнопочки не было но мы их строили и вот например коробка отвечающая за иерархическую диаграмму их создали в одном как бы типе а тут мы уже как раз видим с вами как древовидную так и солнечную лучи но если вы хотите их увидеть в другом виде то стандартно зайдя в окно всех диаграмм вы также здесь можете их уже увидеть по отдельности прописаны например я выбираю солнечные лучи и окей и тогда в результате вы видите я действительно получаю диаграмму так называемых солнечных лучей ну давайте я сделаю покрупнее то есть если мне не хватает каких-то элементов я может быть хочу там еще то дальше все остальное стандартно вы также можете использовать экспресс макет который вам где-нибудь будет подписывать какая страна за что у вас отвечает причем вы видите мы можем сделать что у нас останутся подписи так же как и внутри самой диаграммы так и например в легенде то есть здесь это цвет нашего первого как бы внутреннего главного круга который отвечает за страны внутри страны вот например япония мы видим что наибольшая стоимость партии да то есть например большие поставки или более дорогие товары пришли у нас на кинвудик потом у нас и потом непосредственно шарпик там где-то мы видим один элемент ну значит соответственно только один производитель также собственно говоря стили они не особо изменились то есть похоже на все то что мы видели в тринадцатой версии ну может быть какие-то небольшие изменения добавились но нельзя сказать что прямо они что-то там существенное то есть внешний вид как и всегда вы можете как выбрать тот что вам предлагает программа также и соответственно добавить сами формат конструктор то есть как в тринадцатой версии один в один если вы хотите добавить какие-то элементы также кнопочка плюс уже привычный да или на вкладке конструктор и он уже вам показывает что вы здесь видите в подписи данных вы видите можно зайти также в дополнительные параметры подписи данных ну и здесь практически вы сможете что посмотреть параметры подписи и выбрать например имя категории и при необходимости задать например и значения то есть тогда рядом с вашими данными будет непосредственно та стоимость партии которая присутствует у нас в таблице ну то есть вы видите никаких хлопот от нас с вами при создании этой таблицы не требуется мы с вами спокойненько эту информацию предоставляем в табличном виде будь то это расчетные данные или уже просто подготовленная табличка значения и затем выделив ее или поставив курсор если нужно конкретную область то обязательно выделяем мы строим и получаем такой вот симпатичный отчет потому что раньше это мог быть один круг или например второй круг но он не строился во взаимосвязи конкретного этого сектора то есть симпатичный наглядный материал который мы можем использовать в дальнейшем как для презентации ну и соответственно более уже удобно демонстрировать составляющие то есть иерархические составляющие уровня подуровня то есть здесь два но можно добавлять и больше все зависит от того что за данные мы с вами просматриваем теперь точно такой же вариант исходных данных мы с вами задействуем и для построения второй иерархической диаграммы это вот в виде как она раньше называлась в других программах МЕКА то есть я например могу так же заглянуть прямо в общее окно диаграмм видите он тоже в том числе среди рекомендуемых естественно теперь предлагает и эти либо выбрать здесь либо в списке всех диаграмм у нас так же есть древовидное то есть принцип здесь такой же ну как вот общий сектор да у нас там японский и дальше в зависимости от значения идет деление то есть я понимаю что кинвудик опять имеет большее значение да панасоника меньше шарпик еще меньше то есть типа как вот часто еще встречается такой термин как лоскутное одеяло да своего рода то есть где больше где в целом меньше как вы понимаете ширина вот этих вот она тоже отличается это зависит сколько в сумме пришлось на каждую из этих стран потому что вы видите Голландия достаточно компактная Италия у нас Корея а вот японские германские и французские показатели у нас с вами на первых местах так то есть тоже симпатичный вариант хотя некоторые говорят что то не всегда бывает наглядно но к этому нужно привыкнуть если ранее с подобным вы не встречались также можно задействовать экспресс макеты да где вам будут предлагать ну небольшие изменения да видите название стран например выделяются подписи в легенде ну конечно не очень наглядно когда мы видим рядом это конечно гораздо лучше опять же если вдруг какие то другие подписи вы хотите увидеть то надо заглянуть в параметры подписей в дополнительные да и например также вытащить значения тогда будет сразу видно где что и почему у кого-то больший прямоугольник да сектор у кого-то соответственно меньше то есть настроечки все стандартным образом никаких особых хитростей мы с вами здесь не наблюдаем теперь дальше у нас что с вами диаграмма водопад так называемые каскадные диаграммы бутерфолы да то есть как мы с вами к примеру из одного состояния приходим в другое состояние там с учетом увеличения каких-то показателей потери да и так далее в прошлых версиях например на курсе экселя третьего мы тоже строили диаграмму водопад но чтобы ее корректно построить особенно когда у нас происходит пересечение нулевого значения да то есть оси горизонтальной нам приходилось делать вспомогательную табличку потому что иначе по умолчанию excel откладывают все данные от нуля да то есть тогда положительные просто откладывают вверх отрицательные вниз то есть к примеру если я построю обычную гистограмму да то это будет далеко не водопад это просто мы показываем где у нас какие значения сконцентрированы а теперь на самом деле у нас добавилась в программу непосредственно возможность построения каскадных диаграмм ну здесь один вариант поэтому разнообразие вы много не увидите да и реально смотрите что он сразу делает принцип построения каскадной диаграммы каков например у нас есть с вами положительные значения да в первом месяце то есть прибыль какая-то например во втором месяце мы с вами в неком минусе соответственно чтобы отложить это значение он что делает он понимает какое значение предыдущее и по отношению к этому значению идет отложение этого значения нужно соответственно следующее значение он уже должен откладывать по отношению к предыдущему да то есть реально здесь нужно таким накопительным итогом считать в каком значении мы находимся чтобы потом иметь возможность по отношению к нему откладывать уже эти значения но он по умолчанию строит их зазорами если многим не нравятся зазоры например то в этом случае стандартно можно, например, дважды по любой точке щелкнуть. Кстати, обратите внимание, здесь двойные селочки теперь срабатывают и как фильтры. Этого раньше у нас не было. И, например, вы можете взять и хоть вообще уменьшить боковой зазор. Тогда расстояние либо маленькое такое ставить, типа для вашей красоты, либо совсем вообще приблизить. То есть подписи данных, они все находятся в зависимости от того, если падение, то внизу, если рост, то, соответственно, вверху. Если я еще раз щелкну, то, видите, они все обратно возвращаются. То есть, опять же, с точки зрения показа какой-то информации, если нужно сосредоточиться на каком-то элементе, то мы на него, например, щелкнули, все остальное не пропало, но при этом выглядит не так ярко, и мы, не отвлекаясь на другие значения, можем про него уже вести какую-то речь. То есть, смотрите, все, что нам нужно, это каковы значения показателей, с плюсом или с минусом, у нас с вами совершились на тот или иной период, месяц, день, или смотря какие там критерии. Это уже по обстоятельствам. То есть, построение по принципу два щелчка мыши. Это не то, что пустячок, а приятно. Это очень приятно, потому что нам не надо тратить время ни на заготовочки, ни на какие дополнительные переделки. Так, еще что нам с вами создали. Диаграмму Парет. Ну, вот как я говорила, ранее нам приходилось что делать. Если в табличке у нас с вами встречаются многие повторения, нам приходилось вначале все это практически по принципу как сводных табличек сгруппировать наименование, просчитать там суммы этих показателей, потом вычислить общую, пересчитать это в процентном виде, отсортировать, построить диаграммку, настроить ее двух видов, ну, а теперь мы просто берем и строим. То есть, наши исходные данные, я захожу в ставка, и в группе статистических диаграмм, вот я вижу просто, это так называемая гистограмма, ну, для статистики, в какой коридор, да, в какой диапазон, что у нас с вами попадает. Или вот, пожалуйста, диаграмма Паретта. Ну, принцип работы этой диаграммы, да, там 20 к 80, то есть, те 20, там, условно, товаров, которые дают нам 80% прибыли. Но, к сожалению, пока что у нас с вами нет, у нас по-прежнему нет возможности, даже здесь обычно это 80% поставить вертикаль. То есть, как и при прошлых вариантах, если нужно это графически отобразить, да, мне опять же придется воспользоваться фигурой типа линия, да, обычно ее чертят на положение, где у нас линия Паретта в 80%, да, и, например, там, настроить каким-то цветом. И тогда будет, как бы, зрительно уже понятно, то, что имеет слева значение, это значимое, то, что справа это незначимое, или на них нужно как-то, с ними нужно повзаимодействовать, или вообще в целом как-то нигилировать эти позиции. Ну, то есть, они нам не дают, к примеру, там, существенной прибыли, да, или, допустим, не так влияют на наши конечные результаты, ну, то есть, то, что не заслуживает существенного внимания. То есть, коридор, который получается до пересечения вот этой процентной линии с 80%, это значимые цифры, те, которые существенно дают нам результат, все, что правее, это, соответственно, незначимые. То есть, я говорю, раньше мы строили, нам пришлось бы посчитать, сколько в сумме было каждое значение, то теперь вы видите, у нас исходная таблица, в которой данные многократно повторяются, и мы имеем возможность просто взять, выделить, и он сам их сгруппирует, посчитает, и вы видите, сразу строят график, на котором мы видим обычные значения, да, и уже вот эту обратную линию процентов. То есть, опять же, приятно же всегда построить там, где у нас с вами всего лишь два щелчка мыши, нежели брать и все подстраивать каждый раз вручную и самостоятельно. Это мы уже, получается, увидели четыре типа диаграмма, да, новых. Еще один тип диаграмм, который называют так называемый ящик с усами. Ну, вот, например, исходная таблица, вы видите, опять у нас достаточно простая, у нас есть номинования, да, у нас есть страны, и, например, я хочу посмотреть, что там, сколько было проверено в штуках, там, в каждой стране, каждое номинование и так далее. То есть, я иду, опять вставка, гистограмма и выбираю так называемый ящик с усами. Так, да, тогда вы видите, он здесь видит разные, как бы, страны и считает различные значения. Значит, что здесь? Вот этот вот крест, ну, подобный знаковым множеств, да, как на калькуляторах и прочее, это не что иное, как среднеарифметическое, ну, то есть, по отношению ко всей выборке. То, что мы видим горизонтальную линию, да, в этом, ну, как бы, прямоугольнике, боксе, своего рода, ящике, да, это не что иное, как медиан. Также мы видим нижний и верхний квантиль, это границы, которые у нас в боксах, да. Ну, а что касается горизонтальных зарубочков, да, это не что иное, как минимальное и максимальное значение. То есть, нижний квантиль, это мы с вами, внизу ящика, верхний квантиль, это мы, сверху ящика, да. Крестик сама по себе, это среднее значение, а медиана, это горизонтальная линия внизу. То есть, с точки зрения статистического анализа, это те показатели, которые нам с вами требуются. Ну, а сами вот эти усики, да, верхний и нижний, это как раз и есть не что иное, как минимальное и максимальное значение. Раньше у нас такого тоже не было, а, как вы знаете, провести там где-то просто произвольно горизонтальную линию или поставить крестик, да, у нас тоже с вами таких возможностей не было. Либо, чтобы создать что-то аналогичное, нам приходилось использовать различные, опять же, манипуляции, да, там вычисления и потом скрывать там линию графика, делать какие-то дополнительные варианты. А здесь, в общем-то, вся статистика уже, ну, скажем так, зашита в алгоритм построения диаграммы и остается только подготовить исходные данные. То есть, если я уберу, например, страну, то у меня аналогичное сразу построят по наименованию. Еще, еще у нас есть еще один видик, это частотная гистограмма. Ну, например, у меня есть какая-то таблица, и я хочу знать, сколько у нас с вами сотрудников, которые находятся, ну, в какие-то там возрастные, допустим, диапазоны, да. Тогда я что делаю? Я выделяю этот столбец возраст и также отправляюсь в вставку, гистограммы, да, как бы статистические. Вот здесь, единственное, не стоит путать их по значкам с гистограммами. Стандартные диаграммки, вы видите, они разноцветные, да, а это просто вот типа аналог гистограммки. И здесь я выберу теперь частотную диаграмму. То есть, под те данные возрастов, которые у нас там есть, я получаю, ну, если я поставлю на подписи данных, то здесь я буду видеть, что в возрасте там от 33 до 42 и 9 лет у нас с вами 19 сотрудников там. В следующем интервале 11, да. В интервале вы видите, например, от 62, там, и 7 до 72, и 6, у нас вообще никого нет. Есть интервалы в зависимости от того, какие у нас с вами минимальные и максимальные значения. То есть раньше мы тоже такое считали. Мы создавали, например, свои интервалы, да, и считали. Либо мы строили сводную таблицу, группировали числовые значения, и уже поэтому, используя там операцию количество, сколько было этих операций, строили подобную диаграмму. Теперь, вы видите, мы это делаем с вами просто обычным нажатием и выделением того или иного аргумента. То же самое, если, например, я сейчас выделю оклад и попрошу построить ящик с усами, то в результате я получаю... Сори, промахнулся. Я получаю, вы видите, диаграмму, которая мне показывает, что... Что те сотрудники, которые имеют оклад там от 33 800 до 39 000, их, если мы выберем подписи, их у нас с вами 24. Только два сотрудника имеют оклады от 39 до 44 200, и 9 сотрудников имеют оклады уже самые высокие, применительно к нашей табличке. То есть, все на своих местах. То есть, здесь, ну, если так даже сами посчитать, 29 плюс 2 26, да, и плюс 9 их 35, и здесь 19 плюс 11 это 30, и еще 5. То есть, четко 35 значений было обработано согласно этой диаграмме. Поэтому в современной версии, что очень приятно, нам расширили возможность при построении диаграмм, и мы с вами имеем возможность быстро строить наглядные диаграммы, которые нам нужны для анализа и визуализации наших данных. Что еще нового нам добавили? Нам добавили новый такой компонент, отвечающий за прогнозы. То есть, как это выглядит? Ну, например, у меня есть лист, который называется прогноз. Что касается прогнозов, то также применительно к прогнозам добавили там ряд нескольких функций, которые позволяют осуществлять прогнозы как с учетом сезонности, да, и различных вот параметров. Прогноз, который, вот это вот окошечко, оно практически совместило ряд этих возможностей и позволяет нам с вами не самим вручную, например, там считать какие-то значения, да, а быстренько взять и получить то, что мы хотели. Ну, к примеру, при наличии курсора в таблице я отправляюсь на вкладку данные, и здесь уже в группе прогноз у нас появилось, видите, немножечко вытеснили команду анализа, что есть ли из группы работы с данными, да, ну, состав остался тот же самый. У нас появилась кнопка лист прогноза. И тогда он сейчас видит все наши исходные данные, да, и при этом посмотрите. У меня исходные данные, это два года полностью, 13 и 14. Вот они отображены по умолчанию здесь синим цветом, да, показывает, что это прибыль. Дальше он делает нам прогноз. Ну, вы видите, поставил дату завершения, 1 июня. Если меня интересует прогноз до какого-то определенного периода, то воспользуйтесь кнопкой календар, ну, или ручками тут поменять. То есть мы берем и, например, ставим, ну, допустим, хочу прогноз, там, допустим, до 1 апреля. Тогда он просто уменьшает количество периодов. И также вы видите привязка вероятности, низкая, да, и более высокая вероятность. Ну, то есть это коридор разброса. По умолчанию он уже настроил какой-то внешний вид, это вы видите график. Также можно сказать, что вы хотите создать в виде гистограммы. И тогда вы видите разброс, он показывает нашими линиями там с усами, да. Ну, как-то вот не знаю, как вы, мне больше как-то график даже здесь нравится. Параметры. Нажав на кнопку параметры, вы видите, вы также можете скорректировать начало прогноза, да, и поставить какую-то другую дату. Движительный интервал. Ну, чаще всего это ставится 95%, или если вам нужен больше или меньше, да, то вы можете указать. Сезонность, вы видите, предлагают определять автоматически, или сезонность можно, как бы, ну, что называется, убрать. Вы видите, можно также указать, по какому количеству точек считать сезонность, да. То есть вы видите, если я меняю, например, ставлю 6, то и график у нас несколько с вами изменился. Если я поставлю определять автоматически, то у нас размах сразу с вами меняется. То есть здесь достаточно удобно, можно все это поиграть, пощелкать, посмотреть, и сразу уже все видно. Ну, и он показывает, откуда берется диапазон, да, временная шкала, откуда берется диапазон значений. Интерполяция, да, или вы видите, можно задавать как бы нули. Плюс предлагает объединить дубликаты, то есть если, например, у нас с вами будут встречаться какие-то значения повторяющиеся, то, видите, он предлагает применить к ним одну из стандартных функций. То есть сложить, усреднить, вычислить там медиану, посчитать количество. Наверное, количество странно. И также можно включить статистические данные прогноза. То есть вы видите, он готов вам показать некую таблицу. Значит, естественно, смотреть я на это хочу не путем вот этого окна, да. Можно нажать кнопку создать, и тогда у вас формируется таблица. Вы видите, он вам дает подсказку, что в таблице содержится копия данных с прогнозируемыми значениями, да. Что вы можете работать на этом или вернуться, чтобы создать другой лист. Ну, прекрасно, теперь нам не говорят окей, да, типа спасибо, мне все ясно. И, пожалуйста, если этот график мне нужен, да, то дальше я с ним работаю, как с обычным. Я могу его вставлять там в диаграммки, могу менять исходные данные. Ну, а реально, вот он показывает те значения, которые мы раньше с вами сами вычисляли с помощью функции предсказ. Вот здесь как раз функция предсказ, она уже с учетом сезонности, да. Поэтому, в принципе, достаточно такой, опять же, мгновенный вариант с показанием статистических параметров, которые мы с вами можем задействовать для дальнейших вычислений. Например, построить один, да. Вернуться, попросить построить там другую лист прогноза, да. Например, может быть, поставить вручную сезонность какой-то период, да, создать. И тогда немножечко уже графики даже в размахе будут немножко отличаться. То есть, приятно, что не надо для этого самостоятельно сидеть и считать вот эти значения. То есть, нам сразу быстренько покажут, какие возможны варианты. Ну, а раньше мы обычно это делали либо графическим способом, но если особенно сезонность, то вначале нужно готовить табличку с исходными данными и затем уже задействовать результаты. Так, из того, что мы с вами еще получили здесь. Ну, как я говорила, есть такой, как бы, инструмент, он называется Power Query. Вот, если, возможно, вы использовали Excel и делали просто импорт, вы забираете данные из источника. Есть инструмент, который называется Microsoft Query. Там вы забираете данные из источника, но имеете возможность сделать какой-то запрос. То есть, забирать из источника не все, что есть, а, соответственно, то, что интересует какие-то условия отбора. Этот компонент не новый, потому что реально это была настройка в 2013-й версии, которую можно было легко скачать с официального сайта Microsoft, поставить и получить для работы. Здесь мы получили с вами уже на вкладке данные, да, это все стандартные компоненты, мы получили с вами группу, которая отвечает скачать и преобразовать, на что она может быть вам полезна. Если, например, ваши данные, допустим, текстового типа данных, через нее можно будет взять и, ну, как бы, видоизменить. Если, например, у вас данные содержатся в разных табличках, но при этом столбцы, например, одинаковые, через нее можно это будет добавить. Но если в целом, я бы это лучше использовала по-прежнему применительно к моделям PowerPivot, о чем здесь в работе с данными у вас есть кнопочка, да, и у PowerPivot, если он включен, у него появляется отдельная вкладка, которой вы можете пользоваться. То есть там мы можем с вами загружать данные из разных источников, создавать связи между ними. И вот опять же к ним, к применению будет как раз удобен инструмент PowerQuery, потому что вы будете иметь возможность, например, сразу из пяти табличек добавить в одну и добавить это в модель. Потому что PowerPivot, он позволяет каждый источник, каждую табличку выгрузить только по отдельности, а объединить их нет. То есть на самом деле все, что вы встречаете со словами Power, PowerPivot, PowerView, PowerMap, PowerQuery, все это инструменты, которые в большей степени предназначены для обработки больших диапазонов, но также, конечно, и позволяют работать с обычными таблицами. В остальном, если вот даже я просто поставлю курсор, чтобы у меня ушли лишние команды, как я и говорила, основные все вещи, они остались, естественно, без особых изменений. Ну, поменяли вот они там внешний вид кнопочку, в настройках здесь у вас превратить сухую информацию в интересный рисунок, но это настройка Office, да, которой нужно доверять, да, она скачивается, ну, честно говоря, настройщик там немного чего вообще можно встретить, и она вам предлагает, сейчас она настроится, она вам предлагает, видите, как бы предлагать сколько число силочков в день, общее скачивание из магазина, ну, такие вот вещи. Как бы немного здесь всего чего, например, данные, да, и такой достаточно примитивный, как бы инструмент, который позволяет вам вот представить, например, в каком-то таком виде, один, второй, какая там тема, ну, наверное, это больше все-таки имеет отношение, я бы даже сказала, к визио, чем вот к диаграммам. То есть сами данные, вы имеете возможность, вы видите, сказать, выбрать данные, да, и эти данные нужно будет выбирать, да, например, двух столбцов, к примеру, я возьму сейчас вот так вот, но вы видите, он, и говорю, создать. И тогда, вы видите, он мне показывает, что вот там товарищи менеджеры, у них такое-то, да, оклад такой-то, ну, вот примитивно к такому виду, просто там человечки, где-то вы видите по принципу какое значение, да, и тут как условно сформатирование человечек больше, где-то меньше, ну, вот такой вот достаточно простой какой-то вариантик. Ну, может быть, опять же, если будешь брать все-таки ориентир на презентации, это может быть неплохо, вставили в таком каком-то, ну, более непривычном виде, да, крупнее, мельче и так далее. Ну, а если он не нужен, то удаляется, в общем-то, как обычный рисунок, который мы с вами имеем. Ну, вот, кстати, когда я рисовала сегодня, строила эти иерархические диаграммы, по-моему, даже на нем можно, иногда неплохо смотрятся и сами по себе там где-то лепестковые диаграммы, да, то есть не забывайте о том, что стандартные вещи, они тоже достаточно симпатичны. Так, что касается Power Map, да, то это инструмент, который также у нас уже был в 2013 версии, да, ну, и здесь просто еще также внедрилась 3D Map, то есть там, где вы сможете построить привязку к географическим данным. Ну, вот, например, на листе иерархической у меня есть, я сейчас запущу 3D Maps. Он говорит о том, видите, что нужно ее удалить, ну, я сейчас соглашаюсь. Ну, здесь сейчас, правда, запускается планировщик Windows. Дело в том, что на этом компьютере установлено несколько версий, и отчасти, может быть, сейчас этот процесс даже немножечко запустится. Просто Power Map, который обычно, это тоже компонент, который ставится дополнительно, да, то есть вы официально скачиваете с сайта Microsoft, да, и после этого вы уже наблюдаете. То есть он закрыл мне программу Excel, потому что это потребовалось. Ну, и сейчас, в принципе, он дозагрузит Power Map. То есть ставка, 3D-карта, открыть TD Maps. Загружается модель данных. То есть, в принципе, идеальный вариант это таблица Excel, или, опять же, данные, которые находятся у вас в Power Pivot. Ну, когда вы обращаетесь, что к Power Pivot, что к Power Map, то здесь вы видите, у вас, опять же, загружается окошечко, да, и дальше вы выбираете расположение. Вы берете и выбираете поле, вы видите там, допустим, производитель, да. Дальше вы, например, выбираете, какая будет высота, допустим, стоимость партии. И здесь сейчас вы видите, он не наблюдает производителя. Мне нужно сказать, что это такое. Производитель – это у меня страна. То есть я выбираю страна, регион. Но отображение поля у меня сейчас, он не увидел страну, регион. Сейчас погляжу, какой он взял данные. А, сори, мне же нужна страна, я промахнулся. Так, конечно, не производитель, а мне нужна страна. Поэтому это поле я убираю и добавляю. Ага, смотрите, так как я не совсем по этой хотела построить, давайте тогда так, мне сейчас придется это повторить. Ну, я так примитивненько, чтобы это было видно. Теперь тогда, когда я возвращаюсь в окошечко 3D Maps, мне нужно выполнить команду «Обновить данные». И вот тогда уже расположение... Не показывает мне почему-то страна. Давайте я принудительно переведу. В принципе, аналогичный, просто вот как бы такой более объемный шарик. Можно также сказать, в принципе, плоская карта, и когда она разворачивается, да, можно отжать, и она, в принципе, тогда становится объемной. Как-то съела мое поле. Нет, здесь я сейчас так, получается... Давайте вот так вот сделаю. Не видит он мое поле «Страна». А так, конечно, поезд Меска я, конечно, могу ввести там, не знаю, Италия. Почти так. И тогда он мне будет показывать непосредственно, где находится, ну, как бы, сама по себе Италия, да. Но, насколько видите, он сейчас данные мои не может подтянуть, ну, как бы, по точкам, да, в 3D. Ну, как... Эта версия, она предварительная, да. Если кто, вот, например, видел, там, я показывала аналогичную вещь применительно к 2013-й версии. То есть, в принципе, здесь такой же аналогичный вариант. Просто вот нужно отобразить больше полей. А так как это версия превью, то она реально просто сейчас мне 3D не показывает. Но, если говорить в целом, то сам по себе Power Map – это компонент несколько платный. Поэтому здесь он содержит какой-то ограниченный набор команд. Более расширенные какие-то настройки, они уже встречаются непосредственно при покупке этого компонента. Поэтому сейчас я вам физически не могу показать. Ну, сам факт того, что вы видите здесь на фоне предыдущих вариантов, там, больше прорисовок, какие-то линии и так далее. Ну, то есть, более детализованная карта, в которую, в принципе, вы можете обращаться, когда вы добавляете там поля, да, путем... Ну, я так утрирую сейчас поставлю. Либо вы можете это говорить, что это там страна, регион, город, да, либо, если нет точных данных, да, он не видит, то тогда нужно задавать широту и долготу. И здесь уже на карте он спокойно найдет вам этот компонент. То есть, Power Map только начиная с 2013 версии. И, как бы, раньше вы его просто физически посмотреть, как бы, не сможете. То есть, в принципе, если говорить еще разочек о тех основных, как бы, инструментах, которые мы с вами получили, это непосредственно помощник. Ну, иногда действительно удобно, но если нужно сформировать правильно запрос. Это сводные таблички, вот небольшое изменение, да, мы с вами видели список полей, возможность выбрать среза, разные новые типы диаграмм, иерархические, каскадные, диаграмма Паретта, диаграмма, так называемый, ящик с усами. И вот основной это прогресс. То, что вот тот же самый инструмент в виде Power Query, он не новый, он просто здесь появился как настройка. Power Map, он тоже только немножечко расширился, но версия как бы превью, поэтому пока она работает еще не все. То есть, в принципе, превью-версия, это как бы возможность ознакомиться с тем, что будет в перспективе. Какие-то вещи они еще, возможно, там дорабатывают, где-то, может быть, если есть какие-то особенности, изменяют. И уже в финальной версии мы уже видим с добавлениями, с исправлениями и с, ну, что называется, полной функциональности. Ну, на текущий момент, пока линейки курсов у нас 16-ю, естественно, нет, как только она официально появится, тогда в линейку курсов мы будем вносить также изменения для работы. Они, конечно же, ну, где можно будет их встретить? Это, конечно же, в расширенных возможностях Excel, да, это, конечно же, в анализе и визуализации данных, потому что там у нас различные построения диаграмм, да, то есть на первом уровне Excel строятся обычные, простые диаграммки. Здесь уже, ну, что-то такое более вариативное. Ну, и, конечно же, там, где у нас прогнозы, мы будем добавлять, да, и, конечно же, непосредственно в самой бизнес-аналитике мы тоже будем добавлять и Power Query. То есть как только 16-я версия выйдет, все основные новинки, которые действительно интересны для нас с вами, как для пользователей, они будут непосредственно внедрены. Так, какие у вас есть вопросы на текущий момент? То есть будет финальная версия, там уже будет получше, потому что в тестовых версиях, в бета зачастую далеко, ну, как бы еще не все функционирует, да, и далеко не все мы с вами можем, ну, просто физически нарываемся на данные ограничения. Да, ну, тогда всем спасибо за внимание, специалисту в этом году будет 24 года, день рождения у нас 10 ноября, ну, а для вас маленький сюрприз на предмет, попробуйте ответить на тест, который я вам предлагаю. То есть три, насколько я помню, маленьких вопроса, чтобы понять, насколько информацию, которую вы увидели, вы ее воспринимали, и, соответственно, она была вам интересна. А так, еще раз всем спасибо за проявленный интерес, ждем вас на наших курсах, всегда приятно узнать что-то новое. Ну, и также буду рада с вами встрече, как непосредственно в группах, возможно, обучаясь в компаниях или по системе вебинар. Каждый способ имеет преимущество на фоне, ну, как бы остальных, поэтому выбирайте для себя лучший вариант обучения, как в онлайн виде, так и, соответственно, в обычном. Ну, и запись, как обычно, появится через некоторое время. Продолжение следует...